Всем привет, и с вами подкаст «Зеленый бизнес», я его ведущая Татьяна Холомьева. В предыдущей части «Зеленого бизнеса» мы с вами остановились на том, что я уволилась с работы и решила начать свой бизнес на участке, продажу растений, организовать свой питомник. У меня был на тот момент бюджет 4700 рублей, размер детских пособий для многодетной семьи на тот момент. Вот на эти 4700 рублей я приобрела маточники клубники, 5 сортов у меня было, приобрела паяльник фикс прайса, стаканчики пластиковые фикс прайса, паяльник, чтобы делать стаканчиков дырочки на дне, чтобы вытекала лишняя вода, несколько мешков грунта, мы сделали грядочку. Я как сейчас вспомню, что у меня не осталось ни копейки денег, и я нашла кусочек старой пластиковой вагонки, разрезала эту вагонку и подписала маркером сорта, и вот эти кусочки вагоночки воткнула в грунт и ждала. То есть так у меня начался мой питомник. На тот момент мне очень остро не хватало информации, поддержки или хотя бы знать, что есть такие же питомники. Потому что, да, саженцы продавали в садовые центры, которые в основном завозились из Европы в большом объеме, или это были питомники-гектарники, да, там 10, 20, 30 гектар. И вот именно опыта общения с питомниками, которые маленькие, 6, там 12, 18, 24 сотки у меня не было. И было, так знаете, такое ощущение, что этих питомников вообще не существует. А так как я тогда уже смотрелась, наслушалась бизнес-курсов, где говорили, что если у вас нет конкуренции в вашем бизнесе, то значит этот бизнес как бы, ну, не способен на выживание, он будет неприбыльный. И, блин, мне так нужны были доказательства, что это прибыльно, потому что я прям, ну, вот пятой точкой чуяла, что это вот офигенный просто бизнес. И я так и нашла. У меня был канал на YouTube, тогда было около 100 тысяч подписчиков, он был связан, я вам говорила, с птицей, с козами, такой канал дачника, да, дачника-городника. И я тогда нашла, не буду вам назвать фамилии этих людей, потому что не просила у них разрешения, я нашла двоих человек, которые мне безумно помогли. Первый человек, он живет в соседнем с нами государстве, и мне дал консультацию полтора часа, просто в скайпе все рассказал, все, что это возможно, реально, прибыльно, замечательно, что это работа, что пиксельные питомники. Кстати, эти пиксельные питомники, это название, я услышала от Алексея Олейника, питомник Мурмужи, он назвал нас пикселями, все такие дегектарники, ну, маленькие питомники, что они существуют, что они есть, что они прибыльные, что работы есть, и все замечательно. А второй человек мне очень помог с саженцами, то есть мы познакомились через YouTube, я, ну, решили, меня пригласили в гости, я доехала, и меня просто, не знаю, души нагрузили маточниками клубники, потому что все, деньги у меня реально прям вот закончились совсем, бюджет выделенный на бизнес. Нагрузили меня маточниками клубники именно вот с тех, да, с моих купленных маточников, и вот с этих вот маточников, которые мне подарили, и начался, ну, как бы, рост на тот момент, такие маленькие-маленькие шажочки бизнеса. В 16-м году, то есть 15-й год, да, все это мы организовали, все до меня это дошло, я все это посадила в зиму, это все перезимовала, и в 16-м году я уже делала первые продажи. Я, естественно, воспользовалась каналом на YouTube, и, по-моему, тогда у меня же был Instagram, да, я там выкладывала коз, был Instagram, я это все выложила, и сразу же, вы не представляете, я в первый год, в 16-й год продала саженцев в этих стаканчиках. Я использовала, не было тогда, это сейчас у нас целая рецептура у меня, рецептура, какой сделать грунт, чтобы это все было замечательно, тогда был только компост, компостной куча, и немножко грунта богатырь, по-моему, так он назывался в пакетах. Я продала на 50 тысяч рублей, представляете, на 50 тысяч рублей, то есть я весь год работала, 15-й, 16-й, на 50 тысяч, то есть получила свою зарплату, то есть я уходила с как раз такой зарплаты. И у меня было, я вот эти эту сумму просто запомнила на всю жизнь, потому что это было обалденно, я сама собственными руками, представляете, какой-то головой, руками, вот такими вот действиями, никто мне не выплатил зарплату, не перевел ее на карту, а именно заработала 50 тысяч рублей. Это были, не знаю, самые лучшие, наверное, деньги в моей жизни, несмотря на то, что сумма, но сейчас уже, конечно, мне не кажется такой огромной. И я очень благодарна тем первым клиентам, тогда мы еще принимали заказики по блокнотику, то есть все там записывали, мне писали люди в личку, я там их записывала. Мы все продали, все прижилось, несмотря на то, что это все было там из компоста, нам попались усистые, усатые сорта, которые дали вот такое приличное количество усов, и все было замечательно. Но получилось непоправимое. Тут к моим саженцам клубники мне очень захотелось в ассортимент ввести, помимо того, что я уже думала, что мы введем кусты, там смородины, малины, что я вот начеренкую, я буду все это размножать. В 2016 году случилось то, что у нас вывестили в продажу соседний участок, ребята, вы понимаете, то есть у меня 50 тысяч рублей, и соседи продают участок 10 соток, прямо вот по границе, то есть мы убираем забор, это наш участок за миллион триста пятьдесят, просто, понимаете, шаг и мат мне. И я мужу говорю, ты не представляешь, как нам, у нас на тот момент участок 15 соток, вот мы на 15 соток все это начинали, но учитывая, что мы не выделили грядку, это участок родителей мужа, то есть абсолютно не весь, не все 15 соток задействованы, там постройки, дом, понятно все. Я говорю, нам очень надо эти десять соток, я ему говорю, ты не представляешь, как нам надо, нам ничего в этой жизни вот так не нужно, как эти десять соток, миллион триста пятьдесят. И мы берем, то есть что мы делаем, я вот сейчас просто вам рассказываю, и у меня прям, не знаю, самой мурашки, потому что как я на это решилась, ну вообще вот как хватило, представляете, из МВД, из Наема, вот этот вот шаг, и сразу вот так вот шагать в бизнес, и сразу мы кредитовались. Мы, то есть мы не могли кредит дать на полную сумму, нам просто не давали, мы берем кредит, а дальше мы занимаем в долг, у родителей мы уже берем какие-то пенсионные, то есть вот так вот, знаете, как-то кусками, кусками набираем этот миллион триста пятьдесят, мы, ну мы выплатили все, чтобы были спокойны, по-моему, в 19-м году, по-моему, все это погасили, мы набираем это все и берем еще один участок, абсолютно он такой заброшенный, весь с мусором, ну, участок в плохом состоянии, и мы еще начинаем, значит, вкладываться в этот участок, и все бы ничего, если бы в шестнадцатом году на одном из форумов я не натыкаюсь на колоновидные яблони, на плодовые деревья, и понимаю, что я пропала. Ну, продолжение следует, в следующем подкасте буду вам рассказывать, что же было дальше. Поставьте, пожалуйста, лайк, поделитесь с друзьями, возможно, это кому-то будет не только интересно, моя история, но также и полезно. Всем вам хорошего дня и до встречи в следующем выпуске. Ну как, кто видео смотрит, как вам, ну расскажите, потому что это вообще новый опыт абсолютно для меня.